Ну вот от женщины. Какую наибольшую пользу сейчас вот для вас, копных мужей, и для территориальных громад можем принести мы женщины, и так принести, чтобы мы в том же как бы и счастье могли испытать. Потому что я, ну, я женщина, я прекрасно понимаю, что матриархат довел, мы теперь должны это все восстанавливать, разгребать. И это не женское дело, ну как бы мы здесь все равно присутствуем, видите, да, женщины есть. А собрание серьезное. Вот наша роль, понимаете, состояние народа довели до нищеты, и каждая женщина печется за семью и за детей. И, ну, знаете, вот, чтобы вам не промывать мозги, и не говорить вам, ну, вот, ситуация такая, есть практически нет. А вы что думаете, мне жена на мозге не промывает. Вот я с матемой спрашиваю, как нам женщина вас поддерживает? Неделю назад, я вам рассказал, неделю назад, значит, приходит он с дня рождения, вот, а она работала печенью семьи. Ну, то есть, приходим, я не пью, а она пьет. И это уже, вот, семь лет это дело все продолжается, ну, как я бросил там, в сухой закон. Вот, это приходит и говорит, так, все, я сегодняшнюю дню, я не говорю, подожди, как это сегодняшнюю дню, я не пью, а кто пить-то там был? Ну, пацаны, приходим в какую-то компанию, никто не пьет, и жена тоже не пьет. Так, говорю, ты пьешь, не посмотрели, как на нормальную. А сейчас, получается, будет, говорит, теперь вопрос, через полгода мозги вку, что мне с ней делать? Смотрите, женщина, вы не рассматриваете отдельно это все, копа, копа. Во-первых, женщина представлена там мужем своим. Если он муж, это копный муж, мы говорим сейчас, кто такой копный муж? Это тот, кто имеет минимум, да, жену и детей. Ну, во всяком случае, знали, что это такое. Он не знает, как формируется ребенок, там, на какой день какие клетки формируются, он этого не знает, да. Ну, как-то ребенок получился? Получился, он учится. Как он может пойти, не получив какие-то там, я не знаю, мы указания не будем говорить, но какие-то пожелания у жены будут или нет? Конечно, будут. Вопрос следующий. А откуда вообще он возьмет, что делать? Где вы видели, что он сам где-то пошел и что-то делает? Толкать должен. Вы как вот все время вспоминаете это, ежик гордая птица, пока не пнет, он летит. Так и мужчина. Вот какая роль? Ну, какая роль? Роль очень простая. Есть нечто целое, так или нет. Это целое у нас на земле представлено половинами, отсюда слово пол. Мужской и женский. Представлено половинами. Если мы хотим на копе иметь целое, поэтому там нужен копный муж. Потому что он-то пришел, но он представляет целое, представляет свой род и жену в том числе. Ель зачем, смысл. И он там есть чем заниматься. Поэтому какая роль? Огромную роль целого тогда не будет. Если не будет целого, о чем тогда говорить? Без женщины нет целого. Ну, просто понять это надо. Вопрос другой, что и женщина не должна быть без опеки мужчины. Как этот вопрос сейчас решать на современном, тоже надо думать. Тоже вопрос для кого. В перерыве обсуждали там арианскую традицию, полигамию и так далее. В Тибете там наоборот, там одна женщина, несколько мужей. У татар то же самое там было. У булгар, так называемые. Откуда все вот выражения там идут? То, что сейчас их называют материнские, матерные. То есть все оттуда идет. То есть если вот мужчина, там несколько мужчин у одной женщины. Дети играют, он не знает от кого. Может быть и его это ребенок. Он знает, что от его жены. Как ему обратиться к этому ребенку и пожурить его, или сказать что-то? Как к нему обратиться? Мать твою детей. Я, ёб, мать твою, я могу вполне быть твоим отцом. Ты так и говорили. Откуда этот язык пошел? Это же не просто так вот, где-то черно. Это полигамия. Вариант была другая традиция. Там у мужчин и несколько женщин. Потому что и смертность, и прочее, прочее. Но не хватает на всех. Что делать? Что делать в этих условиях? Женщины договариваются между собой. Для быстрого эволюционирования, мало того, это становится единая система. Более того, одному мужчину, представьте, там две женщины. Начинает поддавливать, давить. Для нас понятно, что сейчас многие там собственники. Сейчас мне, допустим, жене сказать, ну приведи младшую жену. Что она мне скажет? Сейчас. Поэтому спокойно надо к этим вещам относиться. Без женщины мы вообще не должны рассматривать каким-то образом отдельно. Вот если мы начинаем делить, мы как раз попадаем вот в эту вот ловушку. Это самая натуральная ловушка. Вот вопрос идет из ловушки. Вот женщина отдельно, мужчина, как это отдельно? Это единая система. Мужчина без женщины. Да, да. Вот у них там... Но учить в школе отдельно... Обязательно. Обязательно. Мы уже говорили, да. Потому что нельзя девочек и мальчиков встречать вместе.